В прошлый раз мы выяснили, что Макс Пейн с точки зрения российского закона суммарно совершил преступление на 92 года лишения свободы. И это главный герой-полицейский, который воевал с негодяями и ни в чем особенно темным вроде бы не отметился. Что же происходит по другую сторону правосудия? Если говорить о бандитском мире, то кто может стать примером лучше и показательнее, чем Томми Анджело из Mafia The City of Lost Heaven, познакомившийся со всеми сторонами организованной преступности, но в целом оставшийся довольно приятным парнем, думал я, перебирая в памяти его историю по давнему прохождению игры, пока не пересмотрел ее чуть более критичным взглядом и не пришел в ужас от того, насколько наш герой напрочь отбитый и беспросветный негодяй, который, впрочем, не будем спешить. Лучше опять вооружимся российским уголовным кодексом. Да, я знаю, что это США и 30-е, но мы-то выясняем, насколько персонажи являются злодеями с точки зрения современных и близких нам норм. Так вот, вооружимся и посмотрим, почему быть злодеем в мафии гораздо хуже, чем головорезом-одиночкой, от чего грабеж и угон на самом деле совсем не то, что обычно под ними понимают, как правильно общаться с путанами и простят ли в суде грехи, если всех сдать. Макс Пейн набрал 92 очка. Посмотрим, сколько заработал мистер Анджело. Итак, Томми таксует начало 30-х. Алкоголя нет, работы нет, каждый клиент на счету. Даже такой, который угрожает пистолетом, из-за которым в погоне со стрельбой. Несмотря на то, что правопорядок явно потянул здание, наш герой ведет себя довольно прилично. Ну, разве что скорость может превысить, но это мы даже рассматривать не будем. В любом случае, административка, а не преступление. Такие мелочи нас сегодня не интересуют. Работа выполнена, щедрая оплата получена, и вот тут возникает вопрос. Должен был ли Томми сообщить в полицию, что стал свидетелем преступления? Да, есть статья «Несообщение о преступлении». Но касается она не всех преступлений вообще, а строго обозначенных. В основном террористической направленности. А у нас здесь обычная перестрелка, так что и уголовной ответственности за несообщение не предусмотрено. Правда, порефлексировать на этот счет в Томе не успевает, потому что утром на работу вставать. Рутинную работу таксистам при желании можно разнообразить злыми делами, вроде ученения ДТП и наездов на пешеходов. Но давайте договоримся сразу. Считаем только те деяния, которые игра обязывает совершить. А тут она вынуждает только получить по лицу, что с нашей стороны точно не преступление. Люди мафиозной семьи Морелло, от которых мы спасли вчерашних пассажиров, вычислили нас по IP, угрожают травмами и социальным неблагополучием. Томми парень умный, поэтому бежит от них зигзагами прямиком к заведению Дона Сальери, где высудил давеча ночных пассажиров. И, понимая, что прежней жизни больше не будет, принимает решение вступить в семью. Мафия. Крестный отец, подпольные бары, амонг-ас до компьютерной эпохи, а с точки зрения уголовного кодекса – организация преступного сообщества или участие в нем. Участие тут – наш случай. За него полагается до 10 лет лишения свободы. Да, Томми не разменивается по мелочам и сразу начинает активно набивать счет. И вот тут – приглушить оркестр. Как в этом случае, так и в будущем, считаем только единственный вид наказания – годы лишения свободы. Штрафы, исправительные работы и другие, которые в статьях указаны как альтернативные или дополнительные, нас в плане финального балла не интересуют. Первое дело Томми в статусе мафиози – прикупить стильный костюм. А второе – отомстить Морайло за нападение. Для этого направляемся к Винченцо, получаем бейсбольную биту, ну ладно, хотя странно, что не дали бейсбольного мяча, и ящик коктейлей Молотова. Коктейль, строго говоря, не граната, а зажигательная смесь, но мне встречались судебные решения, где они приравниваются к взрывчатым веществам или взрывным устройствам, незаконное приобретение которых запрещено статьей кодекса 222.1, за нарушение которой предусмотрено до 8 лет лишения свободы, а организованной группой – до 15. С этими игрушками Томми и его новый приятель Полли отправляются на стоянку Морелло, где припаркованы милые сердцу мафиозного босса автомобили. Но сперва надо разобраться с охранником, которого наш герой тактично вырубает. Предположим, что не насмерть, но подобный удар так просто не проходит, чтобы там фильмы про Джеймса Бонда не говорили. Хотя о последствиях для мозга охранника можно только гадать – нужен контрольный кроссворд. А поскольку вердикт выносить надо, предположим, усредненный ожидаемый результат – средний вред здоровью. Не труп, но неприятные последствия есть. Если делать это организованной группой или с применением биты – еще 5 лет. Ну и дело остается за малым – позбивать краску на машинах битой, после чего взглядать коктейлями Молотова. То есть умышленно уничтожить чужое имущество общеопасным способом – прибавляем 5 лет сверху. Теперь мы уже совершенно точно по уши в семье, поэтому нас допускают до святая святых этого темного мира – рутины. Заходим к Винченце, который в этот раз предлагает револьвер, то есть незаконно передает уже огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. А слышим казенную формулировку – значит видим состав преступления. 222-я статья, а именно четвертая ее часть, предусматривающая до 12 лет. А не вступит им в семью, было бы лишь 5. Оружие нужно не для фоток на аватарку – аватарки тогда только в паспорте были – а для рэкета. Ездим по городу, забираем у бизнесменов деньги за защиту. Но оно между своими рэкет, а закон называет это «вымогательством» – требованием передачи чужого имущества под угрозой применения насилия. Если делать это организованной группой, а в игре так делается практически все, надо привыкнуть сразу, то до 15 лет лишения свободы. Между делом, Томми закуривает прямо на заправке – опасный парень и не боится штрафа в полторы тысячи рублей. Но опять же, административка – мы это не считаем. Но в карму, видимо, зачлось, потому что Полли получает пулю, а Сэм затерялся где-то внутри здания – надо вызволять. И вот тут дело доходит до первой перестрелки, где одним револьвером точно не управится. Придется набрать чужих стволов, и несмотря на то, что это Томми-ганы, Томми они по праву не принадлежат. Мне-то верьте, я про пулеметы Максима Максима узнавал. Значит, это будет хищением оружия и боеприпасов с применением опасного для жизни насилия до 15 лет. С самой перестрелкой чуть сложнее. Формально это, конечно, печально известная 105-я статья Уголовного кодекса – убийство. А именно, убийство двух или более, сильно более, лиц, за что дают до 20 лет лишения свободы, а то и пожизненная, а то и смертную казнь, которая, на момент создания ролика, не применяется. Но вооружимся той же логикой, что спасала временами детектива Пейна. Поскольку это игра, мы точно знаем. Враги хотят нас убить, у них это в скриптах прописано. И если мы ничего не сделаем, то обязательно убьют. Значит, застрелить их первыми будет необходимой обороной, что преступлением не является. Мы, в отличие от реального суда, в выигрышной позиции, знаем в точности, как всё происходило, и доказывать ничего не нужно. А вот дальше Томми входит во вкус. Когда противник хватает чемодан денег и бросается на утёк, то устраивает погоню, учиняет ДТП и хладнокровно застреливает конкурирующего мафиози. То есть тут мы возвращаемся к умышленному убийству, которого Томми желал и к которому целенаправленно стремился, чтобы завладеть заветным кушем в ходе бандитских разборок. Смотрим на упомянутые квалифицирующие признаки, видим, что это вторая, более тяжкая часть нужной статьи, и засчитываем 20 лет лишения свободы. На фоне Рэкета с продолжением, следующая миссия кажется почти безобидной. Приехать в гараж, забрать чужую гоночную машину, привезти в одно место и вернуть обратно. Хех, ерунда. Что, впрочем, не отменяет с того факта, что машина чужая. Многих это удивляет, но такой вариант «одолжить машину с честным последующим возвратом» как раз и называется угоном. То есть неправомерным завладением автомобилем без цели хищения. Да-да, то, что попользовались и вернули, вину вообще ничуть не уменьшает, как бы пацаны во дворе не оправдывались. А если оставили автомобиль себе, то это уже совсем другое преступление. Про него чуть позже еще поговорим. Ну а в нашем случае, поскольку готовилось и осуществлялось все силами семьи Сальери, то есть организованной группой, привычно съезжаем на часть потяжелее и прибавляем 10 лет к нашему счетчику. Угоняем автомобиль, мы, конечно, не просто покататься. Там устраивают саботаж, чтобы на соревнованиях кто надо победил. И я был уверен, что на это найдется какая-нибудь очевидная статья в уголовном кодексе, но не нашлась. Мне кажется, должна подойти 184-я. Думаю, к нашему случаю подходит и предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет. Далее следуют любимые всеми гоночки. Несомненно, преступление, но со стороны разработчиков, герой наш тут ни при чем. Причем наступает, когда автомеханик Лукас дарит нам новую машину. Ну как дарит. Учит, как вскрыть замок и подсказывает, где такая красавица сейчас удачно припаркована. Едем на место и совершаем угон. Вот это уже угон в привычном, неофициальном понимании. В официальном это будет, думаете что, банальная кража. В этот раз даже совершенная Томми в одиночку, без организованной группы. Но в особо крупном размере, потому что стоимость автомобиля наверняка превышает эквивалент 1 миллиона рублей. Прибавляем десяток. Куда бы теперь Томми ни пошел, чем бы ни занялся, всюду его ждут приключения. Решит вот девушку до дома проводить, нагопник в каких-нибудь нарвется, который никак не научится. Побил. Вроде даже на тот свет никого не отправил. И на все сотворенное насилие опять кладем козырную карту необходимой самообороны. Но с хулиганами надо разобраться. И для этого Томаса включает в устойчивую вооруженную группу в целях нападения на граждан и организации. То есть на языке закона в банду. Эта вещь, как поясняют комментарии Верховного Суда, существует параллельно участию в преступном сообществе. И наказание тут дополнительное. До 15 лет сверху. Раз мы теперь бандит, идем прямиком в коморку Винченца получать еще 12 лет. И отправляемся на поиски вчерашних головорезов с целью сломать им кости и лица так, чтобы, цитата, «дети потом смеялись над ними». Что бы вы думали, именно так и поступаем. А поскольку целенаправленно ехали превращать людей в инвалидов, то это как минимум умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, организованной группой до 12 лет. Поскольку начали мы, то когда дело доходит до стрельбы, карту необходимой обороны уже не разыграть. Она отошла к гопникам, которых наши мафиози убивают в количестве больше двух. Что вы помните? Статья 105, часть 2. Реальный суд тут, конечно, смело дал бы пожизненное, но мы считаем именно по виду наказания лишение свободы на определенный срок. Так что прибавляем двадцатку. Убивать всех нехорошо, говорит нам Дон Сальери. Но иногда нужно. Но не прямо сейчас. Нынче время разобраться с проститутошной. Не потому, что крестный отец этого бизнеса не добряет, очень даже наоборот. Но только когда ему деньги отстегивают. Тут не отстегнули, и надо совершить возмездие. Томми приезжает на место, расстреливает управляющего и его охрану, и это отнюдь не считается за одного, а уже двоих нам достаточно, чтобы выписать еще 20 лет. В интересном положении Томми находит и Путану, которая, вот сюрприз, оказалась неверной Дону, но не убивает. Хотя убийство на его счете уже сказалось бы вряд ли. Вместо этого угрожает пистолетом, и требует навсегда уехать из города, что вообще-то тоже незаконно и грозит двумя годами лишения свободы. Да, принцип «а мог бы и полоснуть» смягчающим тут не является. Немного сбавив уровень злодейства, мистер Анжело устраивает в борделе взрыв и пожар, что опять попадает под умышленное уничтожение или повреждение имущества общеопасным способом. Уходит с места преступления по крышам, по пути расстреливая кучу полицейских. Это у нас отдельный состав преступления. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Крается как самая тяжкая форма убийства и грозит пожизненным лишением свободы, ну или двадцатью годами, что мы в счет и записываем. Не устраивая перерыва на обед, перебегаем в церковь, где как раз хоронят одного из гопников, оказавшегося сыном важной шишки. Томми выскакивает из подсобки и портит всем праздник, попутно убивая кучу народа. Значительно, знаете ли, больше двух. По сути, тут есть еще другой интересный квалифицирующий признак. Ведь заявился сюда герой с целью подчистить следы прошлого преступления. Но наказание то же самое. Двадцать лет. По завершении еще выдают священнику ведро денег, чтобы тот говорил поменьше, надо полагать. Но поскольку патры пока не числится свидетелем или каким другим процессуально значимым лицом, срок не прибавляем. И вот, наконец-то, бутледерство, незаконная торговля алкоголем. Есть ли вообще в мире более мафиозная тема? А нет, все идет не по плану и выливается в очередное массовое убийство. Вопрос. Почему все пошло не по плану? Ответ. Нас сдали. Да еще бухгалтерские книги оказались у прокурора. Значит, предал старый знакомый Фрэнк, доновский канцельери. Заходим к Винченцо. Обратите внимание на сюжетно важный антипредательский дробовик. Находим обладающего сюжетно важными сведениями Джо. Джо, по-хорошему, говорить отказывается. А по-плохому, это причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев. А поскольку побои Томми наносят для понуждения к даче показаний, то это считается пыткой. Вторая часть 117-й статьи. До 7 лет. Фрэнк тем временем под охраной бойцов правоохранительного фронта собирается улететь в Европу, а значит, у аэропорта большие проблемы, ведь там проходит следующая миссия. Стараниями Томми, посягательство на жизнь силовиков, завершается полным истреблением последних. Прибавляем обычный бонус в 20 очков. Фрэнка, однако, наш герой любит не меньше путаны и отпускает, предварительно узнав местоположение нужных документов. Что ж, такое милосердие законом не карается. Дело остается за малым. Пролезть в дом прокурора и выкрасть компрометирующей с Альери бумаги. Привет, Венченца, привет, 12 лет. Взломав замок, мы вместе с медвежатником проникаем на территорию участка. Тут, возможно, стелс, никого не убиваем. Но проникать в чужой дом без разрешения все равно нельзя. Это нарушение неприкосновенности жилища. Тут, правда, наказания в виде лишения свободы нет. Но есть трехмесячный арест. Что ж, нашему счетчику вполне подойдет. Внутри дома наш коллега по организованной группе вскрывает сейф. Ну а Томми завершает кражу, забирая содержимое хранилища. Но кражу герой совершает потому, что хочет воспрепятствовать осуществлению правосудия. А это еще один состав, за который можно получить шестимесячный арест. Начислением которого эту главу биографии мистер Анжела закрываем. И снова наклевывается сделка по покупке виски. Тут можно подумать, что сухого закона сейчас нет, и к бутледерству никак уже не прикопаешься. Но есть нюанс. Во-первых, ответственность предусмотрена за контрабанду алкогольной продукции. Но это касается тех, кто провез, в то время как мы покупаем. Закупка, хранение, перевозка и все такое прочее алкогольной продукции без лицензии запрещены статьей 171.3. А если организованной группой или стоимостью больше миллиона рублей, то конкретно второй ее частью, до пяти лет лишения свободы. Тут еще парни в пальто приехали, а в пальто в Лостхевне без оружия не ходят. Поэтому наши начинают бешеную перестрелку, в которой Джон Амарэмбо, конечно, становится Томми, получающий еще 20 лет за массовое убийство. Пошел на рэкет – убийство. Собрался к убийству, если – убийство. Угадайте им, к чему приведет поездка в ресторан с Доном Сальери. Конечно, и сюда приезжают мафиози, превращая заведение Пеппе в швейцарский сыр, который еще дополнительно пулями надрявили. Наш герой не отстает и кладет всех нападавших, а правосудие и не против. Те ведь начали первыми, значит, необходимая оборона. Что же это получается, целый день без преступлений? Не может в Томе такого допустить. Так что, когда выясняется, что предал Дона его охранник Карла, то герой устремляется творить возмездие, преследуя несчастного, не позволяя тому даже привести себя в пристойный вид, и убивает вместе с несколькими вооруженными людьми во дворе. Больше, чем два, вы понимаете. Осознав, видимо, что такими темпами в городе скоро останутся только Томми и Дон Сальери, бандиты решают действовать поаккуратнее и заодно получить рейтинг Silent Assassin. Поэтому, чтобы убить городского советника, наш герой переодевается в морячка, проникает на прогулочный корабль и идет за пистолетом. Куда? Конечно, в туалет. Он же смотрел крестного отца, знает, где искать. Охрана советника крестного отца не смотрела и позволяет убийце забрать оружие решительно незаконным способом. Ну и дальше этим оружием воспользоваться. Это у нас, обратите внимание, особый вид убийства. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля в целях прекращения его деятельности. Но наказание уже привычно. До 20 лет, если выписываем лишение свободы на определенный срок. Следующий персонаж, от присутствия которого в городе Сальери кушать не может, Серджио Морелло. Брат того самого Морелло, который не Серджио. И его правая рука. Привычно заходим к Винченце, давно не были. И готовим покушение по тактике. Томми звонит по телефону. Цель подходит к трубке. А тут как раз Поле ждет с пистолетом на готове. Все сработало как надо. Только вот... Мистера Морелло здесь нет. Убийство совершено, но убит не тот. Несмотря на то, что труп один, квалифицирующие признаки второй части статьи налицо. Тут как минимум организованная группа замечена. Так что честная двадцатка. Следующая попытка предпринимается спустя некоторое время. Поэтому справедливо будет зачесть ее как новое преступление. План опять не без замудренности. Когда Серджио будет у любовницы, заложим бомбу под его машину и подорвем в нужный момент. Кстати, взрывчатку тоже где-то за кадром забираем. Поэтому сразу плюс пятнадцать. Пока все идет по плану. Минируем машину. Закуриваем. Уже не на заправке. Но... Выходит из дома одна только мадам. Вставляет ключ. И... Нету Серджио больше любовницы. Это очевидно убийство общеопасным способом. Фирменная Анжеловская 105 часть 2. Третья попытка. Достали уже эти сложности. В этот раз просто выходит в поле и кладет всех из пистолет-пулемета. Что может пойти не так. Да. Приходится вмешаться Томми и перебить всех противников, кроме того самого. Минимум баллов за задание набрал. Заподозрив, что фортуна улыбает нашему герою больше не ртом, Сальери просит Томми просто сопроводить двух головорезов, которые сделают всю работу. Головорезы устраивают покушение на железнодорожных путях. Мы вроде ни при чем, но... Я бы на месте Дона написал их конторе отрицательный отзыв. Приходится опять Томми брать все в свои руки, Преследовать машину Серджио и прорываться через охрану на складах, Открывая счет миссии привычной двадцаткой за массовые убийства. Сама цель укрывается на складе, И чтобы ее достать, необходимо подорвать цистерну с чем-то очень горючим И уничтожить с таким общеопасным способом чужое имущество. Уже знакомая нам вторая часть 167 статьи. Пять лет. Ну а внутри продолжается перестрелка, которую вряд ли стоит выделять в отдельное преступление. Думаю, полиция запишет это все как один длительный эпизод бойни в порту. С одним Морелло покончено, другой, главный, на очереди. Он как раз собрался идти в театр, где мы и должны положить конец мафиозной войне. Добрый день, Винченцо. Нам, пожалуйста, что-нибудь для выхода в свет. Лет от кон 12. И на месте выясняется, что театр разработчики нарисовать не успели. Поэтому Морелло уезжает оттуда раньше времени и начинается погоня. Машина с целью устремляется на мост. Мост тоже не доделали. Но вот страз оно нам на руку. И Томми спихивает машину недруга вниз, добывая победу для семьи Сальери. Хотя это и было сделано через дорожно-транспортное происшествие. Наш герой имел ум и сил именно, что убить Морелло. Просто орудие для этого избрал, не огнестрельное. Так что статьи про ДТП тут неприменимы. Перед нами чистой воды убийства с целым букетом признаков второй части соответствующей статьи. Новый день, новая шишка на прицеле. В этот раз в большом оптическом на мощной винтовке. За которой идем к Винченце и устремляемся на позицию для одного точного снайперского выстрела. Увы, так бы миссия была слишком простой. Подход к точке охраняют вооруженные люди, чуть что начинающие палить. Так что расправляемся с ними строго в пределах необходимой обороны. После чего ловим перекрестьем цель и бах, еще одним конкурентом меньше. Это, кстати, человек не простой, а баллотирующийся на выборах. И я до конца не уверен, можно ли считать его общественным деятелем. Если участвует в выборах, наверное, можно. Но особо размышлять не буду, потому что это либо 277 статья, либо вторая часть из Вечной 105, а наказание в любом случае 20 лет. На выходе Томми еще собак пристрелит. Их хочется заикнуться про жестокое обращение с животными, но разве что заикнуться, потому что кидаются они первыми и сами виноваты. Не знают, что ли, о необходимой обороне? Пришло время красть сигары, которые на самом деле бриллианты, но Томми об этом пока не знает. Банальная кража? Не после всего, что было раньше. Ну, без привычных 12 лет суд никуда. Еще и поле нагнетает, предлагая ограбить банк тайком от Сальери. Но наш герой не соглашается, и состава преступлений не образует. Вместо этого угоняет грузовик, тоже не впервой. Тяжкий случай кражи уже в биографии был, добавим еще 10 лет. Грузовик угнали не от любви к искусству, а чтобы проникнуть всей организованной группой на охраняемый объект — городские доки. В доках наступает время самого сложного этапа в игре. Какие тут гоночки? Приходится честно отработать целую смену грузчикам. После чего сложить наконец в машину все ящики, уехать в закат и там отстреляться от преследователей. По нам начали стрелять первыми, из-за чего в этот раз 20 баллов не начислим, как бы Томми не старался. Теперь и Томас узнает, что в ящиках бриллианты, о чем Сальери ему не сообщил. И вот теперь, в обиде на Дона, пора согласиться на подработку с Поли. Наш приятель простодушно рассказывает о плане налета на банк в самом банке, но никто, похоже, не воспринимает это всерьез, мало ли по городу сумасшедших ходят. Забирать оружие приходится Томми. Конечно, подельнику — спойлер, сидеть не придется. И приступаем к делу. И вот еще один парадокс. Ограбление банка не является грабежом, потому что вообще-то под этим словом имеется в виду открытое хищение чужого имущества. Например, если бы мы влетели и в наглую у всех на глазах вынесли сейф из зала. Но тут все гораздо хуже. Наши бандиты угрожают всем оружием, что превращает затею в разбой. 162-ю статью Уголовного кодекса, причем сразу четвертую ее часть, предусматривающую лишение свободы на 15 лет. Томми еще и охранников убивает, и угрожает убийством или причинением тяжкого вреда здоровью управляющему, чтобы тот ключ от хранилища выдал. Кража денег из сейфа закрывает состав начатого ранее разбоя. Но недолго музыка играла. Уже на следующее утро Томми находит дома у Поли, «Труп Поли». Встреча с Сэмом оборачивается засадой бандитов, которые быстро кончаются в самообороне вместе с бывшим товарищем. И вот мы там, где игра началась. Томми обещает всех сдать, если его защитят и простят. Хотя бы частично. Можно ли после всего содеянного пойти на сделку со следствием и выйти сухим из воды? Давайте посмотрим. Сперва заглянем в список смягчающих обстоятельств. Тут в пользу Томми можно зачесть пункт «И». Явку с повинной и активное способствование раскрытию преступления. Но об этом подробнее чуть позже. Потому что есть еще отягчающие обстоятельства, которых набирается не в пример больше. Тут и наступление тяжких последствий, и группы лиц, особо активная роль, и цель сокрытия других преступлений, и против лица из-за его служебной деятельности, и с использованием разного рода оружия. При таком нагромождении отягчающих обстоятельств, да с учетом количества преступлений, ни о каком смягчении наказания в рамках чисел, между которыми в статьях предлагается выбрать, и речи быть не может. Именно поэтому мы всегда брали верхний предел лишения свободы на определенный срок. Что еще может помочь? Раскаяние? Оно может сработать. Но только если злодейство совершено впервые и относится к преступлениям небольшой или средней тяжести. А у нас тут почти в каждом эпизоде Томми совершает особо тяжкие преступления, то есть те, за которые посадить могут более чем на 10 лет. Да и какое тут раскаяние, когда свое отношение герой выражает максимально четко и обезоруживающе ясно. Но самое важное, это то, что Томми решил выйти из мафии и подробно расписал всю свою преступную биографию следствию. Обратите внимание на примечание к статье о преступном сообществе. Если лицо добровольно прекратит в нем участие и активно способствует пресечению его деятельности, то освобождается от уголовной ответственности именно по этой части. Законодатель здесь явно прописал смысл выходить из преступного сообщества, а не сидеть в нем до конца. И то, что мы начислили за вступление героя в семью, надо снять. А сделка со следствием, или полное согласие с предъявленным обвинением, в российском законодательстве называется особым порядком. Он прописан в Уголовно-процессуальном кодексе. В нашем случае Томми не просто соглашается с обвинением, но сотрудничает со следствием и активно помогает раскрывать преступные дела своих бывших товарищей. И в таком случае судья может вынести решение с учетом 4-й части 62-й статьи Уголовного кодекса. То есть, если за совершение преступления грозили пожизненное лишение свободы или смертная казнь, эти виды наказания не применяются. А срок лишения свободы не может превышать 2-х третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания в виде лишения свободы. Тут, конечно, будет учитываться, насколько опасные преступления удалось предотвратить благодаря такому сотрудничеству. Согласитесь, было бы странно отпускать на волю чудовищного головореза только потому, что он рассказал суду, кто за ним ружье таскал. Но, судя по тому, как возбудился следователь в кафе, покончить с семьей Сальери голубая мечта лост-хевеновского правосудия. Так что, для общего блага, засчитываем. С другой стороны, за счетчиком вы следили. Преступлений у Тома накопилось на 646 лет лишения свободы. Куда там шальному детективу с жалкими 92-мя? Даже с учетом всевозможных скидок выходит, что не выходит Томе и с рюможевым ни при каких условиях. Но! Те, кто помнит дело Макса Пейна, знают, что весь фокус в выборе вида наказания. С делкой со следствием мы убрали смертную казнь, отмели пожизненное лишение свободы и осталось только лишение свободы на определенный срок. А согласно пятой части соответствующей статьи, при сложении всех совершенных Томе преступлений максимальный срок лишения свободы не может превышать 30 лет. Причем, не убивая наш бандит общественных деятелей, было бы вообще 25. Вот такой славный малый был Том. Смотрю на его жизненный путь, залитый кровью и пороком, и не понимаю, как в памяти у меня он долгое время оставался приличным парнем, у которого просто обстоятельства однажды неудачно сложились. Тут уже закономерный финал истории с тем самым краткоствольным дробовиком, который Томи когда-то вез на встречу с Фрэнком, воспринимаешь как явление кармического возмездия, от которого Томи чуть не ушел, совершив сделку со следствием. Но она, как вы, наверное, уже поняли, про меньшее зло, а не про справедливость. И именно на этом финальном аккорде мы закрываем дело Томаса Анджела. А если вы заметили, что где-то мы ошиблись или что не учли, обязательно напишите в комментариях. На непогрешимость не претендуем, тем более в таком длинном и сложном деле. Да и не просто так, даже в наилучших судебных системах всегда заложена возможность обжалования. Ну и скажите, чьи еще поступки хотели бы разобрать в этой крайне нерегулярной рубрике? Уверен, далеко не все видеоигровые герои пожелали бы пройти проверку уголовным кодексом даже здесь, на уютных страницах stopgame.ru. Подождите, не закрывайте видео. Нам тут нарисовали специальные плашечки, чтобы в послесловии можно было добавить что-то от себя. Так что давайте этим воспользуемся. Я делаю это видео, и это видео делаю я, потому что у меня есть юридическое образование и опыт работы в сфере права. Но в гражданско-правовой сфере. На кафедру уголовного права я в свое время заходил только словами «извините, пожалуйста». Тем не менее, это здорово помогает мне разбираться и в уголовном кодексе, но это не значит, что то же самое не можете сделать и вы. Просто для сравнения и иллюстрации. Это гражданский кодекс Российской Федерации. Можете оценить его объемы, размер шрифта и сравнить с уголовным кодексом Российской Федерации, который значительно, значительно, значительно меньше, и его вполне можно прочитать без устойчивого вреда для психики. Вы наверняка узнаете для себя много нового. Например, то, что некоторые вещи, которые вы считали преступлениями, на самом деле преступлениями не являются, а те, которые вы считали безобидными поступками, лучше не совершать, потому что вот здесь они как раз прописаны. А заодно вы будете гораздо более осознанно смотреть на этот материал, возможно, следующие материалы, и подмечать, что персонаж совершил, а мы это почему-то не засчитали, а что, возможно, мы зачислили ему лишнего. Никто не застрахован от ошибок. А кроме того, быть может, вы подскажете какую-то игру с любопытными, необычными ситуациями, которые было бы интересно разобрать. Не стесняйтесь, пишите. И вот теперь точно пока.